Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству современной российской писательницы Анны Антоновской. Популярность к ней пришла после публикации нескольких рассказов в сборнике «Девять дней в июле» под редакцией Маринэ Агарян. Это сборник лиричный, светлый и тёплый проза. Герои рассказов всегда находят выход из любой ситуации. Несколько знаменитых рассказов Анны Антоновской тоже сюда вошло. Среди них «Педалами мышку на ковре» «Две прелюдии» или что сказал Лёхин «Увезу тебя в тундру». И один из рассказов писательницы мы сейчас прочитаем, он называется «Моя жизнь в кино». Действие происходит зимой. Главная героиня отправляется на съёмки фильма известного режиссёра. Удастся ли ей стать успешной актрисой? Давайте узнаем. Итак, Анна Антоновская «Моя жизнь в кино». «Нет, ты только послушай, как ты говоришь. Это твоё питерское «дожди».» Эл чертит сигареты, дымовой иероглиф. «Ну, а как надо?» «Да просто дожжи! Дожжи и всё!» «Ты ещё скажи, палатка у бордюра». «Да, палатка у бордюра. Вот именно палатка у бордюра, а не ларёк у поребрика». Эл – моё московское всё. Задушевная подруга. Я и её гости. Беспомощное, как считает Эл, питерское недоразумение. Вялое книжное создание. «Нет, ну куда ты собралась ночью в Москве?» «Меня пригласили. Сказали, что я типаж. Ретро. Из прошлой жизни. Ты-то только подумай. Сам Алексей Герман». «Ну, не лично ж. Сам. Его помощник. Идиотство. Ну какой же ты типаж? Ну кого ты можешь изображать? Одинокого библиотекарша из бывших? Удову лётчика-героя? Или этого Челюскина?» Челюскин был пароходом. Перед тем, как стать пароходом, Челюскин был отважным мореплавателем 18 века. Да будет тебе известно. «Здравствуйте. Это я так плохо выгляжу?» «Стутки в сторону. Там будут курить. А при тебе нельзя. Можно. Кури. Я потерплю. Вот за это потерплю. Вас и били гражданскую». Словили меня на таганке. В театре. Кружевной воротничок. Брошу горло. Узел на затылке. Театр. Он у каждого театра. Сказали, что типаж. Что надо приехать поздним вечером куда-то на окраину во дворец культуры имени Большого революционера. Съёмка ночная. Сам тоже будет. Ради него я согласилась. Поехала. Ядрёный мороз слезе в глаза. Угрюмые люди растаптывали холодеющие ноги перед входом Большого революционера. Курили. Разговаривали по ночному в полголоса. Ждали мастера. Костюмеры нарядили меня в нитяные чулки, войлочные чунки и шубейку времён военного коммунизма. Чёрный мой берет одобрили. Тёплый шарф отняли. Сам приехал с первыми звёздами. Грозный, тучный, уставший. Пошёл вдоль новобранцев, свинцово оглядывая и оценивая. Отобрал десятка-полтора. И меня! И меня! Незатейливым методом тыка. Эту, эту, того и вот того. Мою соседку в строю велел социально понизить. Девушку увели на переодевание. Ближе к полуночи нас попросили разъехаться по домам. С тем, чтобы завтра в десять вечера, внимание, товарищи, будьте любезны, прибывайте сюда же, без опозданий, на съёмки. Взять термос. Мастер снимал Хрусталёва. Нембарская Москва девяностых остывала по ночам до запредельного градуса пятидесятых. А я ведь такой Москвы не видела до того. Опять? С ума сошла! Ради чего? Полсекунды на заднем плане в уличной толпе? Нет, толпа ночью — это вряд ли. Потом мне уже шубейку выдали. Ла, я поеду. Ты простудишься. Авось. Тебя изнасилуют по дороге домой. На морозе? Гроток гарба хреново. Вот тебе термос и булка хлеба. Погоди, колбасы нарежу. Буханка. Чего? Буханка хлеба. Вы московские такие смешные. Пойдёшь на съёмки в синяках. Солнце русского кино. Ляжет так и не сев. До двух ночи я боялась за пудру. Входить в мировой кинематограф с блестящим носом, моветон, пудрилось каждые двадцать минут. Изредка наш колченогий автобус, набитый массовкой, заглядывал паренёк тулу пушанка и выдёргивал на мороз счастливчиков. Орали кошки в брезентовом мешке. Кошку на площадку? Где кошка, я спрашиваю? Крещал ящичный костерок за умным забором. Социально пониженную товарку мою уже увели на эшифот искусства. Щуплый дядя из автобусного братства без трибина поглядывал на меня. Не иначе в целях изнасиловать, чтоб согреться. Ждать своего часа становилось всё скучнее. А между тем там, за окном, что-то происходило. Бродили люди, светили лампы, изменились провода, сипели микрофоны. Кричал Герман. Особенно запомнился его монолог. Почему в то время, когда все должны делать так, как это надо, никто ничего не делает именно так, как надо? И это вместо краткого и доходчивого сообщения из крепко прилаженных друг к другу слов на «е» и «х». Нет, у нас, в питерских, всё же есть нечто такое эдакое. Вот за полтора до того летом я сидела на скамеечке в жёлтом питерском дворе колодца. Краснели за оконные и рани, над чёрной водой мойки жужжали мухи. Прохладная питерская сиеста. Бесценный полдень душевного покоя. Девушка, вы тоже к Алексею Юрьевичу? Кому? В этом доме живёт Герман. Человек, торопливо вышедший из параны, хорошо-хорошо из подъезда, так же быстро уходит из нашего рассказа. Увеликая сила повтора, чугунная смысловая тяжесть дежавю, формообразующее значение репризы. Ну как можно было упустить подобный шанс? Ещё раз пересечься с Германом. Вот я и не упустила. Поэтому, когда мне наконец часа в три ночи скомандовали «давай», я выскочила на затёкших ногах «давать» в хорошем смысле. Однако, дело не заладилось. Моя дорога в большое кино стала вилять на первых же метрах. Что-то там всё время гасло, кто-то там всё время путался. Суровый викинг Ванька, строго цикнул, отправил меня с каким-то реквизитом к чёрной Маруське. Из Маруськи я поволокла сообщение о чём-то важном в центр. В центре мне сказали держаться вон того мужика с камерой. Мужик велел по прибытии обеспечить его горячим. И я помчалась обратно в автобус, за термосом. А уж как вернулась, то узнала, что мужик вновь доволен. И вообще, такую гарную девчину грех отпускать на волю, когда она так ладно приноровилась уже к кинопроцессу. «Ну что?» – сказал камерный мужик. «Оставайся. Будешь на подхвате. Я смотрю, ты молоток. Шустрая». «То есть как оставайся? Я шестмоскот, совки. У меня завтра пояс. Питер». «Чё? Питер? Питер, знаешь, мы ещё не скоро. А шо тебе в этом Питере? Так я там живу. Ну и живи потом, когда ты с ними. Тогда и живи». Ясная простота его предложения гипнотизировала. По всему выходило, что принимала меня «Западай, принеси, сбегай». Они вовсе не за актрису, готовую служить искусству, не щадя, можно сказать, живота. Вот такая получилась ерунда на морозе. Да, ничего не вышло. Не млекнуло моё измученное пудрой лицо на мировом экране. Не удалось вдавить Челюскина, украсить собой ночную московскую толпу. Нет, не светлила моя нежная шейная косынка мрачный колер великого фильма. Улетела красная стрела в питерское болото. А вот и конец истории. Месяца через два позвонил мне. Неужели я давала номер? Тот самый помощник рекрута, что словил меня в театре. Сказал, что готов принести на дом мой гонорар. Гонорар! И принёс. Попил чаю. Посидел. Погрустил. Ушёл. Эх, быстро окончилась моя кинокарьера. Жаль. Вот такой интересный, ироничный рассказ Анны Антоновской мы с вами прочитали. Я очень рекомендую вам обратиться к сборнику «Девять дней в июле». В нём много ярких, светлых и тёплых произведений. Но, конечно, в Центральной городской библиотеке есть и другие сборники рассказов современных писателей. Приходите, пожалуйста, к нам. Читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова